8 октября на ипподроме в Копенгагене стартовала двухлетняя кобыла Люксакс под управлением российского наездника Андрея Вилкина. Это был приз для лошадей двух лет стоимостью 5500 евро примерно. Люксакс имела лучшую резвость среди участников, ее рекорд, показанный на московском ипподроме, 1 минута 58,8. В предварительных прогнозах Люксакс считалась фаворитом, она стартует под четвертым номером, но вот вы видите Андрей Вилкин в своем традиционном камзоле на четвертом номере, но принял он не в первых рядах, вот сейчас занимает четвертое место. Фаворитом по игре был третий номер, лошадь Дайтона, но она приняла неудачно, вот видите сбилась. А повела дабл-ап. Эта лошадь игралась четвертой с коэффициентом 7. До этого ее рекорд заставлялась 1 минута 17,4 секунды в пересчете на 1000 метров, то есть где-то если на 1600 это 204-205. То есть намного хуже чем у Люксакс. Круг на ипподроме километровый, соответственно лошади бежали два круга, дистанция 2 километра ровно. Сейчас заканчивается первая половина дистанция, лошади проходят перед трибунами, впереди дабл-ап и Андрей Вилкин пытается, видимо, перехватить лидера. Вот сейчас он едет вторым колесом, но в общем перехватить не удалось и в результате вот этот поворот Люксакс пришлось ввести. Пришлось бежать вторым колесом и в общем она занимает неудачную позицию, так называемым открытым полем. В общем-то на всех ипподромах это считается такая проигрышная позиция. Но, видимо, Андрей Вилкин уверен в силах своей кобылы, все-таки она и намного резвее соперников и рассчитывает на удачный исход. Вот сзади держится в спине у Люксакс сток-зэ-шоу. Вообще совершенно неигранная лошадь, она вообще ни разу даже не выступала, только квалификацию прошла с результатом 1.19.2. Лошади выходят на финишную прямую, здесь Люксакс все-таки пересиливает вот этого лидера седьмого номера и казалось, что, ну что, победа близка. Но прямые финишные на западе длинные и здесь мы наблюдаем печальную картину. У самого столба все-таки Люксакс проиграла тому самому второму номеру. Стол зэ-шоу, который вообще бежит первый раз в жизни. Вот повтор финиша, сейчас победитель вот в спине у Люксакс находится и делает такой впечатляющий финишный бросок и буквально там, не знаю, четверть головы выигрывает у нашей лошади. Ну что ж, это первое выступление Люксакс. Ничего, конечно, страшного не произошло. Главный старт 21 октября в Швеции. Вот мы видим коэффициент 40 на победу второго номера. Люксакс игралась второй лошадью. Коэффициент 3,50 водяная. Резвость заезда 1,16,9. В пересчете на 1600 метров это 2 минуты 3 секунды. Не очень резвая. Видимо, погода была прохладная. В общем, можно было ждать, что и более высокий результат покажут лошади. Интересна выдача за Люксакс в игре Плац. То есть это то, что эта лошадь попадет в тройку. Коэффициент выплаты 2,03. То есть вообще очень высокий коэффициент за лошадь, которую в предварительных прогнозах считали фаворитом. И всего-то было 7 участников. То есть вот была возможность, что называется, заработать. Но не последний заезд Андрея Вилкина за границей. И у нас есть еще шансы поставить на его лошадей и на Люксакс, и на Фауст Ганновера, и на Сенсейче. Будем продолжать следить за выступлениями нашего наездника. Следующие его старты 11 октября на ипподроме Совола в Стокгольме бегут Сенсейче и Фауст Ганновер.